Добрый день, коллеги. Спасибо большое, Марина, за включение меня в эфир. Подскажите, пожалуйста, видно ли? Я не буду сейчас смотреть параллельно в чат. Вика, все видно, да? Меня видно, слышно? Отлично. Спасибо большое. Попрошу тогда быть моим рупором, вернее, моими глазами в чате. Если вдруг что-то буду там писать, то буду признательна, если мне будете сигналить. А вдруг что-то зависает или не видно. Добрый день, коллеги. На самом деле, наш онлайн-марафон называется так амбициозно «Все о пропозиционировании внутренней процесса, выбор ниши, лидерстве и управлении командой». Понятно, что все это даже силами тех 16 замечательных спикеров, которые были собраны за 13 часов, рассказать невозможно. И на самом деле, не возьмусь за 45 минут рассказать про управление командой, и возьмусь за то, чтобы задать какие-то вопросы себе и вам, и поделиться какими-то советами конкретными в поиске ответа на эти вопросы. И для себя буду хорошим результатом считать, что если по истечении этих 45 минут вы для себя пометите, на что вам в вашей работе, в работе с вашей командой, хотелось бы сейчас обратить более пристальное внимание. На самом деле, большое спасибо хочу сразу сказать организаторам. Мне кажется, что это потрясающая идея, какое-то невероятное вот это вот ощущение, а на самом деле волнение, будучи вот понимая, что ты часть вот этого большого процесса, 13 часов продолжающегося. И я сейчас не вижу чат, но буду признательна, если вы, участники, напишите, кто из вас присоединился с самого начала и продолжает этот марафон весь день. Я потом смогу почитать и удивиться, и порадоваться этому процессу. А мы, значит, сейчас приступаем уже к разговору про команду. Итак, 10 лайфхаков управления командой. Сегодня много говорилось про управление с разных точек зрения, и на самом деле действительно на процесс управления можно посмотреть под разным фокусом, в зависимости от того, чем именно мы управляем. Временем, ресурсами, процессами, продажами, рисками, внешними, внутренними коммуникациями, интеграцией. И несмотря на то, с какого фокуса мы зайдем, всегда внутри будет разворачиваться этот процесс и учитывать все эти составляющие. Сейчас я предложу вам посмотреть на процесс управления как управление командой. Почему? Потому что мне очень нравится выражение Фила Коллинза, известного гуру маркетинга, который говорил о том, что те, кто создал великие компании, понимают, что основной ускоритель роста – это не рынок, не технологии, не конкуренции, не продукты. Основной фактор, который нам важнее всех остальных – способность найти и удержать нужных компаний и людей. И вот сейчас, когда Татьяна рассказывала как раз замечательно про роль лидера в команде, я обратила внимание на высказывание Марии Черто, которая говорила, что один из ключевых, ключевых ее способностей, ее компетенций – это как раз собрать и удержать нужную команду. Вот в этой фразе «найти и удержать нужных людей» для нас сразу становится очевидным, что по большому счету нам нужно ответить на три ключевых вопроса. И почему-то у меня не переключается. Ага, все, переключается. На три ключевых вопроса «кто нам нужен?», «как где найти?», ну и, наконец, «как их удержать?», да, для того, чтобы они стали частью нашей команды. Вопрос «кто нам нужен?» действительно не очень простой. И здесь, мне кажется, нужно, вот можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, с внешней, да, вот внешне как вообще сектор, благотворительный сектор, некоммерческий сектор выглядит в глазах других людей. До сих пор, на самом деле, несмотря на то, что там уже почти 30 лет некоммерческий сектор в нашей стране развивается, не знаю, я до сих пор испытываю затруднения в том, чтобы рассказать своим друзьям, родственникам и так далее, чем я вообще занимаюсь, да, потому что, ну, основной вопрос у людей, а что за это, разве деньги получают, да, что благотворительность разве это не бесплатно, вот. И поэтому, на самом деле, если там очень понятно, там, что нужно для того, чтобы найти человека на бухгалтерскую позицию, что нужно для того, чтобы найти строителя, что нужно для того, чтобы найти кассира, то как найти человека, который бы работал в некоммерческом секторе, достаточно сложный вопрос, и не существует так вот системно, есть отдельные институции, которые готовят людей к тому, чтобы работать в некоммерческих секциях, есть отдельные проекты, есть отдельные программы, но в целом это все, конечно, еще не очень сильно развито. И отдельный вопрос возникает к тому, что как же найти вообще на самом деле людей, второй вопрос, это внутри уже, да, если я говорила снаружи, это про позиционирование коммерческого сектора. То есть, если мы говорим внутри, и наш марафон сегодня все-таки для ресурсных центров, несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что часть людей, кто смотрит нас сегодня, не работает в ресурсных центрах или в центрах общественного развития, но, тем не менее, если мы говорим уже вот внутри нашего сектора, то еще сложнее объяснить, чем же занимаются ресурсные центры, да, и центры общественного развития. Если пользу от какого-то благотворительного фонда, который собирает средства для того, чтобы помочь людям в трудно-живной ситуации, прооперировать ребенка, да, там, помочь многодетной семье материальной помощью, поддержать людей с ограниченными возможностями в поисках, в поисках вакансий и, там, трудоустройства, да, здесь очень понятен результат, что будет конкретно сделано. То в процессе, то когда мы начинаем говорить о том, а что вообще является результатом работы ресурсных центров, да, инфраструктурных организаций в целом, здесь возникает большой вопрос, даже внутри сектора, и это на самом деле вопрос не только для нашей страны, это вообще вопрос для некоммерческих, для инфраструктурных организаций, во всем мире, те, кто составляет инфраструктуру филантропии, и в этом смысле, вот, мне в этом нравится концепция, предложенная ВИНКС, это такая всемирная сеть филантропических инфраструктурных организаций, которые предложили для ресурсных центров концепцию 4С, да, то есть что является некоторым результатом работы ресурсных центров и инфраструктурных организаций. Это финансовые результаты, умение, знание, экспертиза, развитие отношений, репутация, признание, влияние. И все это мы должны наблюдать у тех некоммерческих организаций, у тех лидеров социальных инициатив, с которыми мы работаем, да, как ресурсные центры. Согласитесь, результат не очень, как бы, просто измерить, просто понять и просто увидеть. И в этом смысле про ресурсные центры часто говорят, что они хорошо работают тогда, когда их работа не видна и не нужна, да, то есть если все хорошо, вернее, не нужна, кажется ненужной, да, то есть что если все хорошо, некоммерческие организации развиваются, появляются новые инициативы, люди профессионализируются, там, разрабатываются, внедряются новые технологии, то есть все идет хорошо, и в этом смысле такая невидная роль инфраструктурных организаций выполняется качественно. И они становятся заметны тогда, когда действительно возникают какие-то сбои, и понятно, что для того, чтобы что-то прорастало, нужна подпитка, нужна поддержка именно инфраструктурных организаций. Почему я это говорила? Потому что на самом деле, когда мы формулируем, а кто нам нужен, да, нам нужно очень четко сформулировать запрос, ну, как бы, кого мы должны привлечь в свою команду. В этом смысле для ресурсных центров, наверное, еще отдельная такая проблема. И когда мы формулируем, кто нам нужен, если это такой стандартный классический подход, мы формулируем, что какая квалификация нам необходима, да, какие компетенции должны быть человек, какой должен быть опыт на ту позицию, которую мы ищем. Но по факту на самом деле, вот разговаривая с руководителями ресурсных центров, мы понимаем, что, ну, вот, как бы, когда ищется человек, то основное становится не все это, потому что человеку невозможно найти на свободном рынке, человека, который бы пришел в ресурсный центр и сразу бы понимал, как там работать, если он пришел не из другого ресурсного центра, да, и всему он будет учиться постепенно вникать в этот процесс. Но очень важно некоторые базовые такие принципы и требования к этому человеку, что он должен понимать, идя на эту работу, что это нестабильность работы, да, что эти процессы и проекты, в том числе, не имеют постоянного финансирования, поиск финансирования – это одна из задач. Способность понимать про всю работу и организацию, а не только про свою зону ответственности, но это актуально для всех некоммерческих организаций в целом, может не быть, что может не быть четких должностных инструкций, в любом случае в каком-то процессе мы выходим за их рамки, да, то есть невозможно в ресурсном центре работать, выполняя только четко вот как бы свою работу, ну, за исключением может быть бухгалтер. Что если пожар, то все бегут и спасают ситуацию, и вполне возможна ситуация, когда там ночью директор ресурсного центра раскладывает по папочкам тетрадочки и методички для того, чтобы с утра там запустился процесс обучения на семинаре каком-то или что-то еще. Понятно, что это не есть норма для работы, но тем не менее мы тоже все прекрасно понимаем, что такое может случаться. Опять же, заинтересованность в общем результате, разделенная ответственность, и нам очень важно, чтобы это пришел человек, который включится в нашу команду, да, включится в команду и внутри научится всему тому, что нужно для того, чтобы обеспечить всю эту работу, но вот с пониманием того, что все это является некоторым базовым таким требованием для входа в этот процесс. Команда. Что же такое на самом деле команда, потому что важно понимать, чем же мы вообще управляем, да. Когда я говорю про команду на живом семинаре, то мы всегда пытаемся с участниками такими общими, в общем разговоре выделить те основные критерии, по которым мы можем понять, команда мы или не команда. То есть если мы находимся там вот сейчас с вами, у нас вот 16 спикеров, которые проводят этот марафон, да, сегодня там один за другим подключаются, являемся мы командой или не являемся, да. И вот в этом диалоге выходит несколько таких основных принципов, по которым мы можем сказать, что это команда. И команда – это небольшая группа людей, объединенных общей целью сделать общее дело на основе общих ценностей, общих подходов. И в команде очень важно, что каждый знает, за что он отвечает, за свою зону ответственности, при этом несет ответственность за общий результат. Да, то есть в этом, если придерживаться этих критерий, мы понимаем, что вот те 16 спикеров, которые сегодня с вами в эфире, это не команда, потому что у нас каждый из нас отвечает за общий процесс, да, мы объединены общей целью, общим делом. Я наверняка думаю, что общие подходы и там ценности, но тем не менее ответственность за общий результат несут организаторы, а не каждый из членов команды, да, членов этого как бы процесса. Поэтому команда – это всегда общее дело и общая ответственность. И при этом каждый понимает, за что он конкретно отвечает в этой команде. Итак, ну, как бы вот одно такое проблемное поле, которое мы сейчас с вами обозначили, что довольно сложно иногда понять, а кто нам конкретно нужен, если нам требуется человек внутрь команды, вот у нас есть какая-то позиция, которую нам нужно закрыть, да, что это не очень простой процесс для некоммерческих организаций вообще, и в частности для ресурсных центров, почему мы с вами про это поговорили. Чем этот процесс еще осложняется? Даже если мы понимаем, кто нам нужен, у нас есть понимание там квалификации, может быть, компетенции, опыта, то вторая проблема – это где этого человека найти, да, потому что, опять же, не существует сформированного рынка предложения и спроса на сотрудников некоммерческих организаций. И на самом деле я думаю, что вот если сейчас там спросить руководителя ресурсных центров, то периодически к каждому из них обращаются, либо они обращаются, либо к ним обращаются с вопросами о том, где можно найти такого человека, могут ли они кого-то порекомендовать, или они сами обращаются к коллегам, да, потому что это один из первых инструментов, благодаря которым мы ищем сотрудников, это сарафанное радио, и это вопрос к нашему ближайшему кругу, к нашим социальной сети, где найти этого человека можно, вот того, кто нам нужен по определенным критериям, понятным для нас. Второй, очевидный также канал поиска информации, это социальные сети, да, и в социальных сетях существуют различные группы, в которых объединяются люди из некоммерческого сектора, и там тоже периодически возникают запросы, что вот нам сейчас требуется такой человек в команду, такой человек в команду, если у вас кто-то на примете, опять же, там критерии чаще всего, что там человек хорошо мыслящий, опытный, ответственный и так далее, а всему остальному мы сможем научить. Ну, понятно, что не всегда это так, но тем не менее. Вот, и, соответственно, в последнее время начали появляться вакансии в более структурированном виде на ресурсе специальном, в которой, вернее, в специальной колонке, созданной агентством социальной информации, вакансии в НКО, и там можно зайти и посмотреть, что есть. Чаще всего это все-таки пишут либо московские, либо питерские, либо федерального уровня организации. И, опять же, если мы говорим про такие очень крупные организации, то иногда уже сейчас публикуются вакансии на HeadHunter. Опять же, это все очень зависит от размера организации, от степени ее развития, от того, насколько уже детализированный функционал внутри тех процессов, которые организация обеспечивает. Как найти? Ну, и следующий такой финальный вопрос, который был для нас. Опять же, еще раз повторюсь, что моя задача сейчас некоторые проблемные зоны обозначить, чтобы можно было подумать, а как это по-другому можно выстроить, и как это можно улучшить в том процессе, который есть у вас. И пронайти, может быть, что-то еще, какие-то идеи, если есть у вас, вы можете в чат тоже написать. С удовольствием, я думаю, что коллеги почитают и узнают, какие у вас есть находки в том, чтобы искать себе сотрудников в команду. Ну, и, наконец, как удержать. Да, и вот сейчас как раз 10 лайфхаков, они будут касаться того, как мы управляем командой, как мы работаем с людьми, для того, чтобы им захотелось в этой команде быть, и быть не один проект, и быть не один год. Вот, ну и двинемся в эту сторону. Вопрос номер один, как бы когда человек к нам приходит в команду, я сейчас только просто опять же это так вот обозначу пунктирно, про то, что здесь можно говорить очень много, и здесь на самом деле много есть историй про то, как это должно быть и как это на самом деле случается в некоммерческих организациях. Вопрос про адаптацию, он касается не только сотрудников, ну, например, адаптации волонтеров, если ваша организация не есть. И здесь я там задам вопросы, которые вы можете задать себе. Есть ли, например, у вас какая-то процедура входа новичка в вашу команду? Есть ли у вас welcome пакет для человека, который приходит в вашу организацию работать в первый день и ничего про нее не знает, еще пока вот как бы только какую-то внешнюю информацию, да? Ну, например, там пакет, в котором собрана информация какая-то ключевая про вашу организацию на уровне того, чем вы занимаетесь, в котором есть какие-то там пароли, доступы, ключи, информация о том, где что и может найти, как у вас приняты там перерывы, в какое время вы обычно, там, не знаю, ходите на обед, куда вы ходите на обед, где ближайшая там точка, куда он может сходить и так далее, да? То есть какая-то такая вот встреча человека, чтобы ему было сразу понятно, что его здесь ждали, что ему здесь рады, вот, опять же, в эти welcome пакеты могут включаться какая-то ваша символика, если она у вас в организации есть, да? Вот, ну, много всего, то есть про это много можно говорить, просто вот задумайтесь, есть ли у вас такой процесс. А если у вас формализованные процедуры и документация на уровне не так, что вот я вам сейчас готов, как руководитель ресурсного центра, сесть и все рассказать и потратить свое время, где у вас что лежит, по какому вопросу кому нужно обращаться, какие документы должны быть подготовлены для того или иного процесса, а формализованы описанные структуры, которые новичок, прочитав, по крайней мере, сможет понять, как этот процесс выстроен, и кому, и с каким вопросом он может обращаться, где какие документы лежат, что необходимо, как бы, для того, чтобы в этот процесс включиться. Вот, ну, и опять же, очень помогает в этом смысле для адаптации человек, который является наставником, да, то есть есть ли такой человек, который в вашей организации готов взять новичка под свое крыло и какое-то время там сопровождать его, помогать ему, объяснять ему какие-то процессы, да, чем больше времени, на самом деле, с одной стороны, здесь время затрачивается на этот процесс у человека, который должен от своего рабочего процесса отвлечься и помочь человеку адаптироваться, с другой стороны, чем легче, чем быстрее мы человека адаптируем, тем быстрее он сможет включиться в команду и давать уже там какие-то свои результаты, да, то есть HR по статистике говорят о том, что как минимум три месяца, трех месяцев до полугода для человека проходит тот период, когда он готов уже на там уровне максимальных своих возможностей включаться в процесс и давать результат. Да, и это мы тоже должны как бы для себя учитывать. Вот, следующее. Следующий момент, который тоже очень важно, мне кажется, учитывать, и про это тоже как бы поговорим, это про то, что у любой команды всегда есть этапы развития, и если приходит к вам новый человек, нужно понимать, что вы эти этапы опять будете проходить, и даже если вы запускаете какой-то новый процесс, новый проект у вас появляется, в котором может быть конфигурация из тех людей, которые работают уже не первый год вместе по другим проектам, по другим процессам. Вы все равно, может быть, в сжатом виде, в свернутом виде, но эти этапы будете проходить. Эти этапы предложены американским психологом, социальным Брюсом Такманом, вот, и они звучат следующим образом. Значит, первый этап – это формирование команды, когда мы определяем, кто чем будет заниматься, на каких позициях, какая будет зона ответственности, да, и команда начинает работать. А второй этап – это всегда срабатываемый стилишторм, да, когда люди начинают в этом процессе притираться, да, то есть происходит процесс трения, выполняя определенные задачи, люди сталкиваются и пытаются выяснить, а кто за этот процесс отвечает, а кто должен следить за этим, а кто будет отвечать вот за этот результат. И этот этап абсолютно нормальный, и для новичков-руководителей он часто довольно бывает страшным, да, потому что на этом этапе, когда все начинают друг с другом так притираться в друг другу, какие-то конфликты возникают, и там, если это руководитель неопытный, ему кажется, что все пропало, что ничего не получилось, что с этой командой вообще вряд ли что-то возможно достичь, вот, но опытный капитан в этом смысле ведет свой корабль твердо, да, и я вот, к сожалению, не весь марафон присутствовал, не всех смогла услышать, но я уверена, что про стили лидерства и про стили руководства уже тоже говорили, да, и там, если по-простому, одна из простых моделей – это либеральный, демократический, авторитарный, да, то есть вот на разном этапе на самом деле руководитель команды может разные стили применять в зависимости от задачи. Как раз на этапе срабатывания шторма – это тот этап, когда авторитарный стиль управления позволяет как бы твердой рукой там через риф и корабль провести капитану, да, и выйти уже в продуктивной работе, когда все будут, процессы уже более-менее отлажены, люди будут понимать, кто за что отвечает, с кем как взаимодействовать, у кого какой характер, кому лучше подходить утром, кому лучше подходить вечером и так далее, да, то есть выходный этап продуктивной работы. И, наконец, завершение, завершение того проекта, завершение того процесса, который там был запущен, да, и там выхода в новую фазу. И когда мы говорим, вот, допустим, в этой логике, особенно про проекты, то я всегда стараюсь донести мысль до руководителя в том, что там реализуя какой-то проект и сформировав команду на проект, у вас есть как минимум там две задачи, да, первое, это, естественно, качественно реализовать проект, но вторая задача не менее важная, которую всегда нужно держать в голове, с чем вы выйдете к завершению проекта. Возможно, вы блестяще этот проект выполните, возможно, все будет хорошо сделано с точки зрения результатов, достигнутых и внешних каких-то эффектов. Но при этом, если команда у вас придет с тем, что, как бы, спасибо большое, мы все сделали, но больше никогда вместе мы работать не хотим, наверняка это не тот результат, который бы вы хотели с точки зрения работы с командой, да, поэтому вот этот вот фокус про команду, про то, как с ней лучше работать, как с ней взаимодействовать и как мотивировать людей, его всегда нужно держать в голове, с тем, чтобы к завершению процесса мы пришли не только с достигнутым результатом, но и с формированной командой, которая дальше готова работать. Почему-то у меня периодически не срабатывает. Ага, спасибо. Формирование команды. Итак, мы говорили о том, что для того, чтобы тот или иной процесс запустить, тот или иной проект запустить, мы понимаем, кто те люди, которые нам нужны, и по большому счету, там, любую команду для любого процесса или проекта можно вот в формировании выделить какие-то основные такие ключевые этапы, да, то есть, когда мы определяем те процессы, либо те проекты, для которых нам нужны люди, формулируем цели и задачи, да, которые у нас стоят в этом процессе или в этом проекте, определяем квалификацию специалистов, там, их компетенции, какого там опыта специалисты должны быть, да, какое количество этих специалистов должно быть на тот или иной процесс, либо проект, уточняем необходимые условия материально-технические, человеческие, организационные, да, для того, чтобы эти специалисты могли выполнять свои задачи и распределяем роль и зону ответственности в общем понятном процессе для тех людей, которые отобраны в проектную команду, да, или в команду, которая реализует определенный процесс. Соответственно, что важно, вот сейчас мы как раз уже переходим к десяти лайфхакам. А лайфхак номер один – это создайте единый образ будущего, да, на самом деле очень часто у нас, вот когда свидетели, лидеры, лидеров организации, лидеров проектов, есть такая иллюзия, что все члены команды внутри прекрасно понимают, зачем мы существуем, что мы делаем, и зачем мы делаем тот или иной процесс, зачем мы делаем тот или иной проект. На самом деле это действительно иллюзия, да, и очень важно, вот как мы, помните, говорили на несколько шагов назад о том, что если мы говорим о ресурсных центрах, то это очень, не очень очевидный, не очень понятный вопрос, зачем вообще существуют ресурсные центры инфраструктурной организации, да, то вот роль лидеров, лидера организации, лидера команды в том, чтобы постоянно вот это формулировать и людям напоминать, да, ради чего мы вместе, что мы делаем, что должно быть результатом той работы, ради которой мы собрались вместе. Это касается как в целом организации, так и это касается новых проектов. Если у вас запускается какой-то проект или новый процесс, то люди, объединенные командой для его реализации, должны понимать то видение, да, то есть вот конечной цели, к чему мы должны вместе прийти, да, потому что если, ну, это очевидно, вы помните из физики, что вектор – это величина скалярная, то есть у нее есть направление. Если мы будем двигаться в разных направлениях, то точка, в которую мы придем, она абсолютно как бы непредсказуема, а может быть мы вообще останемся на месте, если мы движемся в разных противоположных направлениях. Поэтому вот этот общий процесс, общее видение, куда мы должны прийти, это очень важно понимать. Лайфхак номер два. Формируя команду, учитывайте способности и мотивацию людей. Что здесь важно? Важно, ну, как бы, этот процесс вообще-то непрерывный, если у вас есть собранная команда, с которой вы работаете, если у вас появляется новый человек, вам про него нужно узнать побольше, то есть вам нужно постараться очень хорошо знать каждого члена команды, понимать их сильные и слабые стороны, какие у них есть потребности, какие есть особые навыки, все то, что они могут принести в группу, какие есть личные какие-то характеристики, какая-то семейная ситуация, которая может складываться и влиять на работу человека в команде. На старте вообще очень важно с каждым обсудить его задачи и понять, совпадает ли это с желаниями и возможностями. На самом деле бывает такая ситуация, что у человека из проекта в проект, он выполняет какую-то определенную роль и у всех уже он выполняет ее блестяще, у него в этом действительно есть способности к этому, он все хорошо понимает, но в каком-то момент он прекращает желать этого, то есть ему уже это неинтересно, ему этого не хочется. Если мы по привычке вписываем его в очередную, в очередной как бы процесс или проект, понимая, что вот это то, с чем он хорошо справится, не сферив с человеком, действительно ли он хочет этим заниматься, у нас могут возникнуть проблемы. И на самом деле, я думаю, что многие из вас могут такие примеры вспомнить, когда люди занимались одним и в процессе поняли, что им интереснее внутри этой же организации заниматься чем-то другим, может быть, даже не только внутри этой организации, я вспоминаю свою коллегу, с которой я работала 15 назад вместе, прекрасной, она была юристом в организации, блестящим, прекрасным юристом, но ей всегда хотелось чего-то больше, включаться в проекты, в процессы, то есть ей нравилась проектная деятельность и то, в чем как бы можно работать с людьми и видеть какой-то результат. И, соответственно, вот сейчас этот человек занимается совсем другим. Она директор одного крупного, известного, прекрасного благотворительного фонда. И это то, что она пошла за тем, что ей хочется, за тем, что ей интересно, и у нее была такая возможность. Я как бы рассказываю это к тому, что как раз очень важно вот вам, как руководителю команды, все время сверяться с тем, что является зоной такого интереса ваших сотрудников, и сверять это с тем, что вам реально нужно в этом проекте, и что они реально на самом деле могут делать. То есть здесь очень важно использовать таланты, а не устранять недостатки. Что имеется в виду? Что все-таки там при реализации какого-то проекта или процесса, очевидно, что для вас важным является максимальное использование сильных сторон членов команды. И если вы понимаете, что вот в этом процессе человек может быть интересно ему, но сейчас он недостаточно, у него есть для этого компетенции, то здесь очень важный баланс соблюсти и дозировать то, что вы можете ему доверить и поручить, а в чем, возможно, ему пока нужно будет получить какое-то дополнительное образование, дополнительные какие-то, развить какие-то дополнительные навыки. То есть это, опять же, как бы ваша зона ответственности и ваша зона переговоров. Если мы посмотрим на картинку справа, мы увидим, что зона оптимального выбора, она не такая уж и большая. То есть соотнести все эти процессы не так-то просто. И в ходе проекта очень важно или процесса вашей работы, очень важно отслеживать на самом деле, а как меняется мотивация членов команды. Сохраняют ли они высокую мотивацию к тому, чтобы этим заниматься? Может быть, что-то меняется. Может быть, они хотели этим заниматься, в процессе поняли, что, может быть, это не очень им интересно, и им хотелось бы заниматься чем-то другим, переключиться на какую-то другую задачу. То есть это все очень важно держать в голове и не считать, что один раз договорившись, действует этот договор на всю жизнь. То есть вы передоговариваетесь с людьми в каждом процессе, в каждом новом проекте, за что они будут отвечать и как. И здесь очень важный принцип, что команда всегда движется со скоростью последнего. И если этот последний ваш блестящий специалист, который просто делает что-то, что он больше не хочет делать, то это тоже будет очевидно очень тормозить этот процесс. Поэтому вот еще раз важно, учитывая эти способности и мотивацию людей, когда вы формируете команду на определенные задачи. Лайфхак номер три. Четко сформулируйте обязанности внутри команды, закрепите их за конкретными людьми. На самом деле, вот если бы сейчас у меня был чат, мне было бы очень интересно спросить вас и узнать от вас, насколько вот у вас в ваших организациях вы придерживаете этого принципа, насколько четко есть функциональные обязанности у людей, когда вы запускаете какой-то процесс или проект новый, когда четко вы определяете, кто за что отвечает. Понятно, что чем больше, чем, вернее, прошу прощения, чем меньше организации, чем меньше людей в команде, тем более люди мультифункциональны, да, и выполняют очень разные процессы. Иногда совершенно, как бы, может быть, там сложно представить, что это может делать один человек в организации. Вот, чем больше организация начинает выполнять процессы, проектов, задачи и так далее, то есть тем, чем больше растет команда, тем уже становятся, могут становиться специалисты, да, и выполнять уже какие-то более локализованные функции, локализованные задачи. Соответственно, здесь в любом случае всегда очень важно договориться на берегу, кто за что отвечает. И все-таки лучше, если это закреплено письменно, и если у вас есть, по крайней мере, какие-то части формальных должностных инструкций, понятно, что в процессе это может меняться, но тем не менее, что вы понимаете, за что отвечает человек, и человек понимает, за что он отвечает. Опять же, если мы запускаем какой-то новый процесс и новый проект, очень важно как-то вот это все описать, формализовать, чтобы люди понимали в результате, кто за что отвечает, чтобы не возникало такой ситуации, что за какой-то процесс всем казалось, что отвечает другой, да, и выясняется, что ни одного ответственного за этот процесс нет. Лайфхак номер четыре. Создайте визуальный образ общего плана реализации проекта или процесса. Да, это тоже очень важно. Опять же, интересно было бы узнать, если это у вас, что в открытом доступе у всех членов команды должен быть актуальный план, да, в том, что мы делаем, в котором обозначены все какие-то ключевые задачи и есть ключевые точки проекта, они так называемые майлстоуны, да, то есть это те ключевые точки, от решения которых зависит дальнейшая реализация процесса проекта, да, то есть и каждый член команды должен понимать, что если меняется ключевая точка, если она сдвигается в графике, то весь остальной процесс тоже меняется. Вот, и, соответственно, в этом же графике указываются сроки, исполнители ответственные. Важный принцип здесь, это что за выполнение каждой задачи может быть только один ответственный. Здесь я просто еще один пример привожу, диаграмма Ганта, внутри которой можно этот процесс структурировать по процессам, либо по задачам, по срокам, по исполнителям. Вот, и про матрицу ответственности чуть-чуть хотела тоже упомянуть, да, думаю, что многие из вас с ней знакомы. Это просто принцип того, как мы распределяем роли той или иной задачи, да, что у одной задачи может быть только один ответственный, может быть, несколько исполнителей, да, может быть, человек, который, с которым нужно, там, вот еще роль, консультанта, И тот человек, с которым нужно проговорить этот процесс до того, как мы начинаем делать. И есть роль наблюдателя, она так переводится в русский как «наблюдатель». На самом деле, не тот наблюдатель, который со стороны просто смотрит за процессом. Это тот, который, может быть, внутри процесса не участвует, но который должен быть информирован после процесса, как это было выполнено, что было сделано. Это может быть, в том числе, и руководитель организации. И, соответственно, помним всегда, что ответственный один, у всех остальных могут быть какие-то другие роли, и их тоже в каждом процессе нужно указать тех людей, которые являются значимыми в этом процессе. Привожу пример еще одной диаграммы Ганта, в которой включена матрица тестности Рейси, это из занимательного проектоведения, такого прекрасного проекта, который сделали Марина Михайлова и Алла Балашова, шесть частей занимательного проектоведения, каждая из которых посвящена определенному аспекту управления проектом, и вот это вот из третьей части, все шесть частей можно найти на сайте гаранта в библиотеке. Вайфхак номер пять – делегируйте на вытянутых руках. Сегодня уже много говорили о лидере, о том, в какой роли он может быть, в какой позиции он может быть, но, опять же, работая внутри некоммерческой организации, и вот здесь очень не хватает как раз вашей живой аудитории, потому что, когда мы говорим об аудитории, все начинают дружно кивать, потому что, опять же, руководитель организации и ресурсные центры, я думаю, тоже не являются в этом смысле таким исключением. Очень часто берет на себя много всего, много ответственностей, да, и является там основным ключевым человеком, отвечающим за многие процессы. Понятно, что, опять же, повторюсь, это очень сильно зависит от того, на какой стадии развития находится организация. Если организация уже там, в ней забущено какое-то количество процессов, есть какое-то количество ресурсов и уже там какое-то количество сотрудников, то все это процесс более дифференцированный, и руководитель уже может как часть себя ответственности отпустить. Да, но что касается возможности, самой возможности отпустить, с этим тоже бывают проблемы, да, потому что очень часто у нас есть в голове вот эта картина, что, ну, как бы никто, кроме нас, лучше не может это сделать, да, и мы беремся, может быть, за многие какие-то процессы, которые могли бы делегировать другим. Если мы все-таки делегируем, то здесь вот мне очень нравится выражение Стива Джобса, который говорил, что нет смысла нанимать толковых людей, чтобы говорить, что им делать, мы нанимаем профессионалов для того, чтобы они нам говорили, что нам делать, да, и это как раз принцип руководителя, да, что и вот там в современном мире, вообще это одна из тенденций, про которые говорят, что если раньше руководитель все-таки чаще всего был, там, может быть, главным экспертом в организации, да, по тем или иным процессам, на которых организация специализируется, то сейчас уровень вообще, там, глубины специализации и, там, количество информации по тем или иным сферам деятельности настолько, настолько уже становится необъятным, что у руководителя давно уже нет задачи быть главным экспертом, у него есть задача быть хорошим управленцем и нанимать толковых людей и профессионалов, которые смогут сказать ему, как правильно, там, двигаться в том или ином процессе, да, и в этом смысле еще нам в подсказку, тоже очень нравится выражение Хельмута Карла Бенхартфа Мольдке, который был прусским генерал-фельдмаршалом, он говорил о том, что у него такая была история, он делил всех людей на две, на четыре, прошу прощения, категории по двум признакам, ум и активность, да, и он говорил о том, что ум, идеальный руководитель, это умный и ленивый, да, потому что, во-первых, он не бросится в любой задачи сразу ее выполнять, он будет продумывать, потому что ему лень, да, он будет продумывать какие-то стратегии, решать, что так это работает, так это не работает, а, во-вторых, он будет настолько ленив, что для него основной вопрос будет любая задача, кто из моих людей это может сделать идеально, да, и в этом смысле правильно, что касается делегирования, что здесь важно, на что нам важно обратить внимание, что когда мы передаем полномочия другому на реализацию какой-либо задачи, мы должны убедиться, что человек понимает, что он должен сделать, какому сроку, какого результаты от него ждут, задача должна быть поручена тому, кто реально имеет нужные знания, навыки, чтобы это выполнить, и последнее очень важно, что мы делаем это вовремя, да, не тогда, когда у нас уже все горит, мы, то есть сначала мы взяли задачу себе, все горит, и мы вот в последний момент передаем кому-то, да, это называется на вытянутых руках, то есть мы отдаем ее от себя, как бы не прижимаем больше к сердцу, отдаем другому вовремя, правильно, корректно, ну и доверяем, но проверяем, то есть вовремя тоже корректно отсматриваем, что задача выполняется как нужно. Следующий такой совет – это ставьте интересные цели задачи. Понятно, что в любом процессе всегда есть какие-то рутинные процессы, но очень важно отследовать, чтобы у каждого из наших членов команды были те задачи, которые все-таки их дровят и которые им интересны, да, потому что если человек погружается в рутину, то это становится, и мы не следим за тем, что насколько ему интересно, насколько он вообще понимает, как это складывается там в общую картину, в общую задачу, то человек просто теряет мотивацию. Да, это, мне кажется, тоже очень важно следить за тем, чтобы у человека были такие перед ним задачи, которые позволяют ему управлять себя интересно, чувствовать себя, чувствовать возможность проявить свой творческий подход. Договаривайтесь о командных принципах коммуникации. Сейчас после меня будет говорить прекрасно Женя Горькаев, который, я уверена, про это много что расскажет, и на уровне задачи, на уровне инструментов, чего здесь мне хочется сказать, что очень важно, что у команды, которая работает, должны быть какие-то договоренности, да, договоренности, в том числе о том, как мы работаем, когда, в каком формате у нас проходят совещания, какие у нас есть правила взаимодействия, да, какие инструменты коммуникации мы используем. Например, для меня очень важным правилом является правило дедлайнов, да, что если человеку поручена задача, то и он понимает, что он с ней не справляется, там я как руководитель и команда должны узнать об этом раньше, чем срок подходит выполнение, потому что это позволяет нам понять, как человеку помочь и как выполнить задачу, которая влияет на общий результат, да, соответственно, опять же, там, понимание в коммуникации, кто за что отвечает, кому, каким вопросом можно обратиться. И лайфхак номер восемь – организуйте собственные командные задачи, контроль их выполнения. Да, здесь помогают простые инструменты таск-менеджмента, в которых очень важно что? Насколько мы их регулярно используем и насколько вообще они доступны для всей команды. Если мы работаем в офисе, ну, сейчас мы, к сожалению, не работаем в офисе, пока неизвестно, когда это будет, мы на следующем слайде поговорим об онлайных инструментах, но в офисах очень часто используются такие доски, да, на которых можно там выделить по задачам либо по людям, что, какие конкретно шаги должны быть сделаны, что уже сделано, что будет в процессе. Вот это, в принципе, очень хорошим является таким удобным форматом. Нам очень удобно проводить совещание вот таких досок, стоя на 15 минут, да, это из так называемых гибких элементов управления, да, когда мы подходим, быстро посовещались на ногах, чтобы не засиживаться, поняли, кто сейчас где находится, кто какие задачи в ближайшее время выполняет, что уже сделано и что связано там с задачами других людей. Вот, это достаточно удобный процесс, но все это можно организовать и онлайн, в том числе и сейчас, и различные инструменты таск-менеджмента существуют. Я думаю, что про это Женя тоже что-то будет говорить, и про это можно посмотреть. Есть хорошие различные обзоры, там у Теплицы социальной технологии, много сейчас вот про работу с удаленкой на различных платформах, на различных, различные организации проводят семинары, тоже можно все это посмотреть, но вот это из наиболее таких используемых инструментов, вот про мир сегодня прекрасно Вика рассказывала. На самом деле на каких-то этапах даже обыкновенные Google формы работают чудесно. Вот мы один из проектов делали в Google форме, заводили общую таблицу, одна из которых в вкладах была вот этот общий большой план, другая вкладка – это оперативные какие-то планы, отчеты, конкретные какие-то задачи. Ну, то есть, в принципе, вполне себе рабочий инструмент, если небольшая команда, небольшой проект. Все остальные проекты, все остальные какие-то инструменты, ну, там, они отличаются по тому, по той логике, которая строится по задачам, и то, как вы можете с ними работать. Что важно здесь? Вот я еще раз вернусь к предыдущему слайду, что здесь очень важно, что это должно быть удобно использоваться всеми членами команды. Если есть какие-то проблемы, если возникает какое-то непонимание, то этот инструмент просто не будет работать. Ну, и, наконец, здесь же тоже вот про таск-менеджмент, что можно сказать, что новая наша реальность – это удаленка, да, и здесь, как бы, соответственно, у нас возникает несколько таких уровней инструментов, которые могут нам помочь. Да, это программа для постановки задач, я про них уже говорила, мессенджеры, которые позволяют нам быть оперативны на связи, и нам нужно различать те задачи, которые нам нужны там в программе организации задачи, какие в мессенджерах, программы для видеоконференций, да, у нас там капитализация зума 200 раз, если я не ошибаюсь, да, выросла, и новые выражения, да, вошли в наш обиход, зумится, да, и там я на зуме и так далее. Вот, ну и таймер для ограничения времени работы и перерывов тоже очень важный инструмент, которым важно там обучать это само себя и следить за тем, чтобы этим пользовалась команда. Хак номер 9 – опирайтесь на мотивацию людей, готовность развиваться. Здесь можно очень много и долго говорить, есть разные теории и мотивации людей, вот одна из них, например, там расположена справа на картинке Маслоу, да, пирамида известная, вы знаете. Вот, но тем не менее, что здесь вот как бы как некоторые такие реперные точки базовые, да, что, во-первых, показывайте команде существующие возможности развиваться. Про это, если не ошибаюсь, сегодня будет говорить Инга Моисеева, вот, и на самом деле это очень важно, понимать, как развивать свою команду, где мы находимся, на каком этапе каждый из нас, и куда мы можем двигаться дальше, специализироваться в чем, вот, и, соответственно, помните всегда о таком важном, важном элементе и мотивации для любого человека – это сохранение его статуса, сохранение его статуса прежде всего в той группе, в которой он работает в команде, поэтому очень важно, там, простые принципы из психологии – давать обратную связь о выполненных задачах, признавать усилия членов команды, хвалить прилюдно, критиковать с глазу на глаз, это как бы все мы знаем, но, к сожалению, не всегда пользуемся. Вот, поощряйте членов команды, да, очень важно признавать вклад в член, вклад каждого в достижение какой-либо цели, и здесь тоже, если бы у нас был бы живой семинар, мне было бы очень интересно знать про ваши инструменты, так что какие у вас в команде приняты, может быть, инструменты поощрения, как вы друг друга с чем-то поздравляете, если человек чего-то достиг и что-то там такое значимое сделал, да, принято ли у вас каким-то образом выделять это, да, и опять же есть, например, правило безотлагательности, да, что если человек что-то достиг, то очень важно вовремя дать ему обратную связь и похвалить его, потому что, ну, если мы это делаем чуть позже в нашем мозгу, это не соединяется, ну, как бы, с сделанным, да, и тогда это не является для нас поощрением, вот, и, соответственно, ну, если, вот, опять же, про это подробно много всего есть, много разной информации, если вы понимаете, что здесь для вас есть какая-то, там, зона развития, то просто вы можете поподробнее про это почитать и посмотреть. Лайфхак номер 10 – следите за перегрузками команды, да, синдром эмоционального выгорания, к сожалению, такая становится для нас, для всех достаточно известной, к сожалению, не понаслышке проблемой, и особенно для людей, помогающих специальностей, да, что проявляется в чувстве безразличия, эмоционального истощения, какого-то негативного восприятия себя, своих результатов. Очень хороший материал делали журналы «Филантроп», спецпроект они делали, про синдром Супермена, факты, мифы и цифры о эмоциональном выгорании, можно это посмотреть. Что является профилактикой синдрома эмоционального выгорания? Это, опять же, его легче всего предотвратить, чем потом с ним справляться, вот, и, опять же, вам очень важно следить за собственными нагрузками, за нагрузками команды, да, поддерживать хорошую, комфортную среду. Сейчас вот удаленно это тоже не так просто сделать, но тоже существует много разных подсказок, советов, как это можно сделать, да, и, прежде всего, здесь очень важный совет, который легко посоветовать, но сложно сделать это, уметь устанавливать свои собственные границы и принимать свои ограничения. Это, прежде всего, касается и лидеров команд, да, потому что очень часто те люди, на которых находится все. Вот, и здесь вот, когда мы говорили, сейчас вернусь, потому что мне тоже кажется, что это важным, про показывать команде существующие возможности развиваться, мне кажется, что здесь можно еще упомянуть очень важную такую проблему, которая касается многих некоммерческих организаций и ресурсных центров тоже, что часто очень известными, компетентными, квалифицированными становятся лидеры, да, и очень часто мы даже не знаем всех остальных сотрудников ресурсных центров, и на самом деле лидерам, как бы, большая задача, которая стоит перед лидерами, это растить свою команду, да, давать им какие-то возможности расти экспертно, давать им возможности, в том числе становиться публичными экспертами, да, и это очень сильно, естественно, работает в целом на ресурсный центр, на его устойчивость, на его стабильность, когда это становится не организацией одного человека, а действительно мощный ресурсный центр, который позволяет, да, Вика, я вижу, что ты появилась уже по времени, да. Да, значит, и еще, по-моему, два у меня слайда осталось, есть у меня еще два слайда, спасибо большое. На заметку, это, еще раз, мы сейчас вот прям просто, там, значит, обзор с вертолета про то, как работать с командой, какие-то ключевые вопросы, которые мне кажутся важны, может быть, какие-то подсказки, которые важно здесь отметить, и, ну, как бы, те направления, в котором вы можете двигаться дальше сами, что на заметку вот в этой теме, да, занимательное проектоведение, которое я уже говорила, и спасатели, профессионалы, гид по развитию управленческих компетенций для руководителя НКО, вон, Женя Горькаев уже серьезно смотрит в чате у меня, как раз он сейчас один из тех людей, который приложил руку к созданию этого сборника. НКО «Удаленка без боли» проект, который запустили коллеги из Доброго города Петербурга, ресурсного центра развития некоммерческих организаций питерского, у них много есть онлайн различных продуктов, вот сейчас как раз про НКО «Удаленка без боли» и много простых советов про то, как работать с командой удаленно. Что мне нравится из таких внешних ресурсов, я имею в виду, не внутри НКО созданных, это счастье в деятельности проекта Филиппа Гузенюка, что-то там есть платное, что-то есть бесплатное, но всегда есть какие-то бесплатные материалы, которые можно посмотреть, почитать, послушать, и это то, что позволяет как-то привнести больше осознанности в свою собственную деятельность и в работу со своей командой. Опять же, мы сейчас не говорили про работу с волонтерами, потому что это отдельный большой блок, но если ваш ресурсный центр работает с волонтерами, то вот там, допустим, один из каких, одна из таких подсказок, которые можно использовать, у Даниловцев есть школа социального волонтерства, в YouTube канал есть, книги различные по этой теме, вот, и вот так вот сбоку я традиционно привожу на всех семинарах какие-то ресурсы, потому что понятно, очевидно, что для вас все эти ресурсы не в новинку, но когда мы разговариваем с региональными организациями, очень часто не все из них эти ресурсы знают, и уж тем более не всегда про эти ресурсы знают их сотрудники, и мне очень кажется важным, ну, как бы вот поощрять своих сотрудников в такой вот образовательной активности, да, смотреть, где что пишется, где что там какого-то нового появляется, того, что мы можем привнести в свою команду, привнести в свою организацию и двигаться дальше. Да, Вика, я постаралась уложиться в 17.15, есть ли у нас какие-то вопросы в чате? Да, Эльвира, спасибо. Можно прям, вот мне прям это очень кажется важным, последний слайд, напоследок, что называется, это выражение Эйр Гира, героя анимационного мультфильма, аниме японского, мне очень нравится это выражение, команда сделана из вещей, что нельзя увидеть, труд, отвага, сила воли, время, стратегия, командная работа, гармония, лидерство, мы не понимаем, ну, то есть мы не можем это пощупать и как бы понять, что это, можем какие-то процессы разложить, какие-то подсказки сделать, но все равно в командной работе всегда есть какая-то магия, и эту магию создаете внутри вы со своей командой, так что вот вам магии. Классно, спасибо, значит, здесь вам огромная благодарность за очень важные и нужные лайфхаки, и есть два вопроса, я признаюсь честно, я понятия не имею, к какой части ваше выступление они относятся, потому что я честно спала перед компьютером, не потому что... Вика, а как? Так, что ты не добежала, марафон? Я не добежала, марафон, но вопросы следующие, а какие хэштеги можно использовать в постах? Это, наверное, имеется в виду в постах, можно я пофантазирую, да, потому что здесь вопрос такой, что... Вопросы на фантазию. Я так предполагаю, что это, скорее всего, про посты, про сегодняшний марафон, да, это тогда вопрос к Марине, Марина, какой хэштег можно использовать, если мы делаем пост про сегодняшний марафон. Всего вместе. Судесно. Замечательно. Это прямо в названии, чтобы, ну, не надо было подсказывать, какой хэштег он прямо в названии марафона вставлен. Да, и второй вопрос, Эльвира, а шаблоны эти можно будет попросить? Шаблоны? Вот здесь тоже вопрос на фантазию. Тоже вопрос на фантазию. Я сейчас пофантазирую, что, скорее всего, шаблоны – это презентация, можно мы так, да, решим, что это презентация, да? Конечно, ответ «да». Прекрасно. Уже один человек согласился отдать презентацию. Мы с утра сегодня выклянчиваем у всех презентаций. Но прям в эфир «да» сказала я только Эльвира. Даже Вика ни разу не сказала «да, я отдам свою презентацию». Все время условия какие-то выставляет, типа напишите там, запостите тут. Давайте я тоже скажу одно условие. Началось! Да-да-да-да-да, началось. Нет, я этим закончу. На самом деле я с удовольствием поделюсь презентацией абсолютно, да, потому что с одним условием. Вы возьмете на себя обязательства как минимум что-то одно из этого попробовать в ближайшее время со своей командой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!